Кирилл Игоревич, как думаете, российская элита, Владимир Путин, окружение, Кодова, все это, испугались пейджеров? Я не спрашивал элиты, у меня, к сожалению, нет прямого звонка элите, чтобы я с утра звонил и говорил, доложите мне, вы испугались пейджеры или нет. Но я бы сказал так, по тем доголоскам, которые до меня доносятся, люди оценили креативность исполнителей, скажем так, весьма. Особенно Валентина Ивановна Матвиенко, она так смеялась, так смеялась, прям у нее весну чуть не отпал. Ну, видите, Валентина Ивановна Матвиенко, она, у меня такое ощущение, что, пусть она не обижается, конечно, тоже, кстати, уроженка Украины. Да, да, много их там таких сидит. Да, ну, она на самом деле, Матвиенко – это фамилия ее мужа Владимира Покойного, который очень много лет болел, и она очень, в общем, за ним ухаживала. Ее фамилия Тютина, девичья фамилия Тютина, она родилась в Шепетовке. Но Матвиенко, у меня такое ощущение, что она главный рекламный агент разного рода косметических компаний, поэтому каково сейчас ей улыбаться при таком количестве косметических всяких процедур и операций, я не знаю, наверное, тяжело. Но Матвиенко – очень интересный персонаж, это такой Аракчеев, если оперировать образом истории Российской империи, то это Аракчеев. Это без лести преданный солдат, который всегда будет служить хозяину любому. Неважно, какой будет хозяин наверху, но она всегда будет ему служить с яростью абсолютно, разрывая на груди тельняшку, и клянясь в верности, и убеждая очень убедительно всех вокруг, что всем страшно повезло, что у нас есть такой вождь и хозяин, и действительно будет служить ему, как говорится, из последних сил. А потом будет служить другому. А Михалков тоже из этого числа или нет? Или это противоположная фигурка? Не, ну Михалков что-то. Михалков – это когда-то талантливый режиссёр и делец от кинематографии. Когда-то? Ну, сейчас делец, он очень много чего поимел и заработал. Те глупости, которые он говорит в своей передаче «Бесогон», и то, что он до этого, и как он шестерит под Путина. Это же понятно, почему так делают очень многие, потому что за этим стоит благословность и стоят бюджеты. И российский гейматограф оказался на многие годы подсунут под 3Т Михалковская. Он один из тех, кто стоял, не знаю, как сейчас, просто не интересуюсь, у крана раздачи денег для кино. Но там есть несколько таких влиятельных продюсерских компаний, и основные бюджеты шли через него. Ну да, он теперь не просто дерево продаёт или алмазы, но даже и флешки. Даже что? Флешки. Не, ну, это знаменитый налог на болванке, который, как бы, в его пользу тоже принимался в России. Это все, естественно, бурно обсуждали, но при этом я против того, что мазать человека одно чёрной краской, можно мазать разными тональностями чёрной краски. Но признать, что у него были хорошие... не признать, что у него были хорошие фильмы, нельзя. Нельзя. Но вы, как и Виктор Либерман, который мне в 15-м году, бывший министр иностранных дел Израиля, рассказывал по поводу Хамаса, нельзя, говорит, делить, и по поводу Путина, говорит, нельзя делить мир только на чёрное и на белое, на чёрное и на белое, сынок. Кирилл Викторович, а я ему рассказал, что скоро ему придётся это делать. Кирилл Викторович. Не совсем так я не соглашусь насчёт деления чёрного и белого. Ну, Либерман как дипломат, он дипломатичнее говорит, но всё-таки я должен сказать честно, повторить, что у Михалкова были хорошие фильмы. Ну, так и у Володи Бортко были хорошие фильмы ещё одного уроженца Украины, как вы знаете, и приёмного сына Корнечука. У него были хорошие фильмы «Собачье сердце». Разве плохой фильм? Это один из лучших фильмов конца 20-го века. И я удивляюсь, слушая, какой херь потом он нёс с депутатской трибуны в Государственной Думе дядя Вова Бортко, я удивляюсь, что вот этот хрен, который этот несёт, что этот человек снял «Собачье сердце». И, кстати говоря, Басилашвили в качестве Воланда, он снял в своей версии «Мастера Маргарита», и я преклоняюсь перед этим персонажем и перед этим актёром. Кстати, не забудьте поздравить Олега Басилашвили, он родился не в Украине, а в Москве. У него день рождения, через три дня ему исполняется Олегу Валерьяновичу 90 лет, он продолжает работать. Настоящая легенда. Кирилл Ильич, давайте поговорим о войне. На ваш взгляд, мобилизация тотальная в России неизбежна? Сейчас. Я думаю, что первый шаг к этому сделан, тем указом, который подписал Путин, с увеличением численности армии. А дальше я предполагаю, что они, те, кто отвечают за этот вопрос, эту тему, они будут максимально стараться, максимально стараться отодвинуть решение этого вопроса, то есть объявление о новом инвестиции. Но ворота для неё открыты, поскольку потери колоссальные, и плюс ко всему надёжность, надёжность ныне воюющих, в кавычках, великих героев, очень часто немолодых людей, физически негодных для того, чтобы воевать сегодня, пошедших, понятно, за бабки и так далее, или тех же уголовников разных мастей. И надёжность гораздо ниже, чем требуется. Я не исключаю, что это всё приведёт к тому, что мобилизация возможна. Хотя это страшно невыгодно будет по пиару Путину и компании. Ядерная кнопка будет нажата? То есть что должно случиться, чтобы это произошло в России? Возвращаемся к началу нашего разговора. Сегодня может произойти всё, что угодно. Абсолютно. И исключить, что в итоге кому-то придёт в голову использовать какой-то вид ядерного оружия, пускай эти тактические ядерные боеприпасы? Я не могу. Ну, просто потому, что уже степень безумия такова, что дальше всё возможно. Уже степень ненормальности, в которую погрузили весь мир, Европу и, в первую очередь, народы, в первую очередь Украину и Россию. Эти люди, эта степень так высока, что теперь возможно всё, что угодно. Послушайте, что несут якобы эксперты на государственных российских телеканалах. Вот тут один козёл какой-то, седовласый такой, мудила, в галстуке. Видно, что военный по тому, как он разговаривает. Гурулёв, что ли? Нет, 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 с более интеллектуальным лицом, с более трезвым лицом. Гурулёв смешной парень. Тут кто-то положил для сравнения фотографий Гурулёва и Ди Каприо, написав, что Ди Каприо на пару лет старше Гурулёва. Нет, нет, какой-то такой мужичок, седой хрен его знает, кто это. Но по разговору военный, я его просто лицо не узнал, который серьёзно говорит с экрана какого-то канала, не знаю, российского, что совокупная мощь НАТО на порядок, а то и на два превосходит совокупную мощь России, и конвенциональным оружием, конвенциональными способами никаким образом победить невозможно, я имею в виду, Россия не может победить. Поэтому необходимо вести речь о применении ядерного оружия. И это говорит какой-то хрыч, которого допускают до телевизора. Все они там прекрасно понимают, со что им платят. Прекрасно понимают, что нужно тявкать, чего тявкать не нужно. Как себя вести. Соответственно, если он это тявкает, то это... Пущий нас кремль. Это может быть воспринято позитивно каким-то количеством больших начальников. Ну, подонков полно, мерзавцев, воров, жуликов в верхних эшелонах власти, идиотов нет. Поэтому там все считают, и считают по-разному. Единства-то вокруг Путина нет. Вот сейчас повыхает Россия, склады взрываются в Краснодарском крае, в Тверской области. А Путин проводится в БЕС, и там поднимает вопрос исторический. Он что, с ума сошел? С ума сойти, это было начать войну, в первую очередь. Дальше это уже все-таки продолжение сумасшествия. Развитие, углубление этой болезни. Насчет исторического собеса. Вы обратили внимание, что никто не знает, о чем там говорилось? Да. Я даже по этому поводу написал пост. Потому что опубликовано было только, выложено только предисловие Путина, на грани маразма звучавшее. Я специально выложил там просто фразу, которая звучит так, примерно дословно, сейчас помните, могу говорить, что это влияет на то, как к этому относиться. Примерно такая фраза. Он не знал, что сказать, ему что-то написали, и он что-то произнес по поводу того, что сейчас нужно обсудить историю. Какую историю? О чем там будет докладывать? Там были два докладчика объявлены. Мединский и Лавров. С какого хрена? Ну, понятно, Мудинский – это хрен, которому было поручено написать новые учебники, и он, значит, теперь за них будет отдуваться всю жизнь. Что там Лавров? Значит, какая-то под этим стоит подкладка. Тут, действительно, вы правы, тут идет кровавейшая война, тут, значит, Курская область, Тонбасс, я уже много лет, гибнут тысячи людей. Тут, действительно, взрываются склады, аэропорты, нефтеперегонные заводы. И это будет еще продолжаться. Ухудшается экономическая ситуация резко, цены растут и так далее. Почему-то мы об истории говорим. Но дальше, что там эти ребята болтали, что Мединский, что Лавров, я нигде не мог найти. Прошло уже три дня, я нигде не нашел. О чем они говорили? Я даже предполагать не могу, с какого хрена, причем по этой самой, по виде связи в онлайне. То есть, как-то типа, давайте, ну понятно, Путин сейчас в Петербурге засел там на сколько-то дней. Но что, это такая оперативная вещь, что срочно нужно людей, все же занятые начальники там командуют. Не понял. Жду информации. Хорошо. Многие стали говорить, что в Россию возвращаются 90-е. Пейджеры, рейдерский захват в Аббе, сразу возле башни Кремля. ОПГшники на улицах. МВД России отсчитало 17 тысяч преступлений за полгода на 76%. Выросла оргпреступность во всех российских городах по всей территории Российской Федерации. Официальные данные МВД. Почему Путин так возвращает Россию в 90-е? И почему он так любит 90-е? Он ведь постоянно на этом настаивает, что 90-е были хорошими. Не-не-не, наоборот, вы чего? С чего это взяли? Вот у вас такая информация. Он наоборот же придумал слово «лихие 90-е», имея в виду, что 90-е были плохие. Почему? Это один из нарративов Путина, конечно. Вы что, хотите вернуться? А зачем он тогда возвращает? Не, погодите. Не путайте Бродского с Труцким. Путин, говоря о том, что были лихие 90-е, говорил о том, помните, там все было? Слабость государственной системы, слабость государственных органов. Везде бандиты богатели. Все решалось только по понятиям. Не было никакой безопасности. Цены росли, зарплаты не выплачивались. Это все говорилось для чего? Для того, чтобы сказать людям, а теперь посмотрите, при мне, как вы зажили, хорошо. Вы взяли ипотеку, купили квартиру, купили автомобиль Хундай или Киа или Шмия. Посмотрите, вам жилось там когда-нибудь хорошо? Вы, я не знаю там, что еще, дачу, шмотки в магазинах. Вы за границу ездите. Турция, понимаете, Египет. Смотрите, как хорошо. В 90-е какой был ужас, кошмар. Вот основной путинский нарратив. Что я человек стабильности. Я человек, который принес вам стабильную, нормальную человеческую жизнь после нескольких десятилетий перестройки потом 90-х, вот этих годов. И для него самое плохое – это возвращать, на самом деле, Россию в 90-е специально. Россия движется не в 90-е, Россия движется в 37-й год. Когда мне говорят, что 37-й год, значит, это же далеко. Как же далеко? До нее осталось 12 лет. Великий террор будет, на мой взгляд? Террор был и до этого. Просто после появления книги «Большой террор» этот термин стал распространяться повсюду. Удобный, хороший, емкий термин «Большой террор» привязывается к соответствующему постановлению Политбюро о введении лимитных расстрелов. Когда каждая область и каждая республика, включая Украину, получали лимиты на первую категорию, вторую, третью, расстрел, 20 лет и так далее. Вы об этом знаете точно так же, как и я. Это вот ежовщина то, что называется. Годы ежовщин. Но большевистский террор был до этого, он был в меньше концентрированном виде, который вот так совпал, выразился в конкретном постановлении Сталина и одновременно в идеологической поддержке. Когда мгновенно был выпущен фильм «Пётр I» 1 сентября этого года, чтобы показывать, какой хороший царь. Первый раз про царя фильм показали. До этого всех царей только свергали, памятники уничтожали, выжигали калёным железам. Друг Пётр I, хороший, выпустил в истории, и это всё было для поддержки большого террора. Но он был до этого... Заметьте, Кирилл Викторович, сейчас Путин сказал слово «Мотор», когда Миронов, Эрнст, Угольников заявили во всеуслышание, что они выпускают фильм о Петре I. Ну, я не видел, кстати, когда он это сказал. Пару недель назад. Ну, может, я это пропустил, честно говоря. Может, это случилось. Про Петра I периодически что-то делали, до уровня первого фильма 1937 года, Пётр I, никто не поднялся. Это был фильм, и такой маленький нюанс, просто я хорошо знаю историю создания этого фильма, в силу ряда причин. Маленький нюанс относить к тому, какое значение ему придавалось Сталину. Это был первый фильм, за который создатели наградили государственными наградами. За отдельный фильм. Не за долголетний вклад в развитие кинематографа, за много лет труда и так далее. За конкретный фильм. Артисты получили ордена, и не только артисты, и авторы сценария, и режиссёр-постановщик, и сталинские премии первой степени. Почему? Потому что идеология эта совпала с Ежовщиной, с 1937 годом. Но до этого уничтожались несогласные точно так же, и сажали людей точно так же. Я прошу прощения, секунду у вас займу. У меня, почему мне это хорошо знакомо. У меня в семье две жертвы большевистского террора. Мои родственники. Мой дед и мой двоюродный дед. Мой дед родной был арестован, выслан в 1935 году, в 1937 году арестован в Оренбурге в ссылке и расстрелян. Это ежовщина. Как раз. Ровно. Кстати говоря, в Оренбурге начальником НКВД был молодой подонок по фамилии Успенский, который так на Оренбургской операции поднялся, что его назначили министром внутренних дел Украины. Любимчик Хрущёва. 35-летний козёл. Вот он реализовывал ежовщину в Украине. Успенский. А когда понял, что ветер меняется, что ежов закачался, он имитировал собственное самоубийство. Вы должны это знать. Он оставил записку, что я не могу бля-бля-бля, ищите моё тело в Днепре. Ну хрен ли, он попался. Его случайно увидели в Москве, взяли и дальше понятно, что с ним сделать. А мой двоюродный дед был расстрелян в 1924 году. В 1924 году. Он был арестован и расстрелян по фуфловому делу, абсолютно фуфловому. Потом реабилитировал точно так же, но это не 1937. А сегодня Россия движется в 1937 год. По какому показателю? По бесконтрольности правоохранительной системы и по отсутствию судебной системы. На ваш взгляд, смертная казнь будет восстановлена в России? Это явление такого же порядка, как применение ядерного оружия. Но к этому, опять же, народ постепенно подводит. Конечно. Потому что необходимы инструменты, которые будут держать в ужасе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова